И снова, друзья, приветствую вас на нашем канале Вокруг Водоемов. Итак, сегодняшняя тема будет, где же искать крупного карася, а именно летом. Трудно найти такой ставок, в котором бы не водился карась. Обычно в кормных ставках со значительными елистыми отложениями на дне существует две популяции карася. Одну составляют мелкие рыбы, караси ладошечные, а другую, менее многочисленную, особи гораздо больших размеров. Там, где условия обитания для карася благоприятные, в популяции крупных рыб могут встречаться особи массой в 1-2 кг. Но чаще в ставках до таких размеров карась все же не дорастает и считается крупным, если его масса будет более полукилограмма. Карась питается травой. Согласно мнениями опытных рыболов, крупный карась в этом ставках в основном питается мелкими нечистыми водорослями. Перечень водорослей, в которых много рыбы. Рогос. Рогос – это самая известная водная растительность. Она растет практически на каждом водоеме и создает для рыб благоприятные условия. Наверняка каждый из вас замечал, как шевелятся стволы рогоза. В невристовое время карась вешает икру. Гречка земноводная. Это растение очень похоже на обычную гречку, которую мы привыкли видеть на полях. Гречка земноводная является глубоководным растением и длина ее стебле достигает до 4 метров. Стрелолист. Стрелолист – прибрежное растение, листья которого напоминают стрелу. На заметку, клубни стрелолиста можно кушать. Они очень богаты крахмалом и по вкусу напоминают каштан. Рдест. Рдест считается одним из любимых водорослей рыбы. Особенно у нее рестовый период. Практически вся рыба мечет икру в стеблях рдеста. В стеблях этого растения очень большое избилие личинок, насекомых. А личинки – это пища для рыбы. Если вы нашли место на водоеме, где присутствует рдест, будьте уверены, здесь рыба есть. Урудь. Урудь – самое распространенное пресноводное растение, является пищей большинства рыб. В зарослях очень часто встречаются взрослые особи рыб. Не путайте урудь с роголистником. Урудь имеет перелидные листья. Если найти у кошка, в которой можно закинуть поплавок, то без рыбы вы не останетесь. Наличие на водоеме роголистника говорит о том, что в данном месте не стоит рассчитывать на поимку крупной рыбы. Дело в том, что на многих подводных растениях поселяются личинки, которые являются пищей для средней крупной рыбы. Роголистник к таковым не относится, на нем нет личинок. Пик роста этих растений наблюдается в самые жаркие летние месяцы. В это время крупный карась выходит на обширные подводные столы, на кормежку в основном ночью. Поэтому лучшее время для его ловли является период от зако до солнца и до двух часов ночи. Также возможен и утренний клёк карася с пиком активности в районе 7-9 часов. В полуденную жару карась уходит в глубокие места и не питается. Исключениями из этого правила могут быть разве что очень ветренные дни, когда вода в водоеме перемешивается. Места, где прячется крупная рыба. Итак, где же прячется крупная рыба? Определить с некоторой долей вероятности места стоянки крупного карася можно и по характеру береговой линии ставка. Лучшими мелководьями будут те, которые непосредственно примыкаются к старому затопленному руслу. Такие плавные понижения дна в основном в струе. То есть в случае, если ставок сделан на ручье. И является местами, куда уходит крупный на кормежку. Примечание, вернемся немножко обратно к роголистнику. В листьях роголистника находится вещество танин, который очень неприятный на вкус. На этом, друзья, все. Если же понравилось вам видео, ставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...